Это очень интересное мероприятие. Я присутствую на втором. В прошлом году оно состоялось в рамках медицинского форума города Москвы и располагалось в центре Москвы, что, конечно, вызвало большой интерес и было много посетителей. В этом году в Сколково собрались люди заинтересованные. И самое главное, что мы видим, что вопрос применения экзореабилитации становится все более важным, актуальным, не только в той области, где первоначально он был начат, то есть в спинальной травме, но во многих других областях медицины. У нас была достаточно сложная проблема реабилитации больных с рассеянным склерозом. Почему? Потому что это заболевание, к сожалению, прогрессирующее. Остановить его пока невозможно. И в течение многих лет говорили, что проводить реабилитацию у таких больных просто бессмысленно, потому что как только мы что-то достигнем, тут же прогрессирование заболевания съест все положительные результаты, и тут появились препараты, меняющие течение рассеянного склероза. Эти препараты замедляют развитие болезни, препятствуют новым обострениям, и в результате состояние больного становится стабильным. Причем стабильным не на полгода-год, а в некоторых случаях, но сейчас уже известно, наблюдение более двух десятков лет. Таким образом реабилитация становится очень актуальной, потому что одно дело мы лечим болезнь, а другое возвращаем больному нарушенные функции. Это совсем другое, очень важное направление нашей деятельности. И, конечно, в первую очередь здесь вопрос о нарушении ходьбы, потому что ходьба – это то, что позволяет человеку быть мобильным, быть членом общества, самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, много других важных функций. И вот они-то и нарушаются при рассеянном склерозе. Не у всех, но у многих. И когда появилась возможность применения экзоскелета, мы решили, что в комплексе нашей работы мы можем использовать и его. И, конечно, здесь надо понимать, что все больные обязательно получают терапию, модифицирующую заболевание. К счастью, в настоящее время есть достаточное количество этих препаратов, и больные ими обеспечиваются бесплатно за счет государственного бюджета. И на этом фоне мы проводим реабилитацию. Конечно, реабилитация осуществляется с использованием экзоскелета других физических факторов. Это и лечебная физкультура, это и различные занятия на тренажерах, дополняющие программу физической реабилитации. И результатом является повышение уровня физической активности у этих пациентов, что вызывает и улучшение самочувствия, настроения, уменьшение тревоги и депрессивных расстройств. Ну и, конечно, как мы видим, в общем-то, восстановление двигательных функций. Это очень важно, потому что пациенты после курсов реабилитации могут больше, чем они могли до этого. Ну, вы знаете, я работаю в многопрофильном учреждении, где имеются больные с самой разной патологией. И вот сегодня, в частности, на симпозиуме мы услышали уже сообщение о том, насколько полезно это в реабилитации после пересадки суставов, после операции на спинном мозге. Все это расширяет возможности применения экзореабилитации, но надо отметить, что, конечно, интереснейшим направлением является появление экзоскелета для детей. Это новое направление в реабилитации, точнее, не реабилитации, ведь дети с детским церебральным параличом ходить не умеют. Это у взрослых нарушена ходьба, которой они обучились, и мы восстанавливаем этот навык. А у детей этого навыка нет вообще, и его надо выработать. И вот экзоскелет, конечно, очень хорошо позволит именно наработать моторику ходьбы у этих детей. Вот это, конечно, очень перспективное направление. Я представляю Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Работа проведена под руководством Котова Сергея Викторовича, профессора и доктора медицинских наук. Для начала я хотел бы поговорить с вами о том, что такое рассеянный склероз. Согласно определению Европейского общества по изучению и лечению рассеянного склероза, рассеянный склероз является воспалительно-демилизирующим заболеванием центральной нервной системы, которое характеризуется наличием воспалительных, демилизирующих и нейродегенеративных изменений. Проявляется данное заболевание характерными двигательными, чувствительными, когнитивными и вегетативными дисфункциями. Нужно сказать, что это заболевание прогрессирующее. И давайте скажу о том, почему оно возникает. Буквально в двух словах. В результате образования аутоантител к милиновой оболочке нервных волокон происходит воспаление и демилинизация этих волокон. И как следствие уже дегенерация, то есть гибель нервного волокна. Нужно сказать, что клинические проявления возникают уже на стадии демилинизации, когда нарушена передача нервного импульса, то есть она замедляется. Поговорим о том, буквально в двух словах, об актуальности данной проблемы. Заболевание обычно возникает в молодом возрасте, трудоспособном молодом возрасте. Это 20-40 лет и встречается у женщин в 2-3 раза чаще. На данной карте вы можете увидеть распространение данного заболевания по всему миру. Самое интересное то, что некоторые исследователи говорят о том, что чем дальше от экватора, чем чаще встречаются данные заболевания. В Европе на данный момент установлен диагноз рассеянный склероз у 700 тысяч человек. По всему миру количество людей с данным диагнозом уже более 2,5 миллионов. Теперь о лечении. Как такового этиотропного лечения на данный момент не существует, к сожалению. И мы применяем препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, сокращенно ПИТЕРС. Данные препараты влияют на патогенетические звенья процесса. На 2017 год существует 12 данных препаратов, которые одобрены Европейским медицинским агентством. Вы можете увидеть их название на слайде. Они стабилизируют состояние пациента и предотвращают развитие обострений, что позволяет нам вводить нейрореволюционные методики по отношению к данным пациентам. Теперь непосредственно про исследование. Наряду со стандартным нейрологическим осмотром мы использовали расширенную шкалу оценки степени инвалидизации курдские, сокращенно от английского названия ИДСС. Данная шкала градуирована от 0 до 10, где 0 – это отсутствие симптомов заболевания, а 10 – это смерть от последствия рассеянного склероза. Нужно сказать, что здесь имеется функциональная составляющая, то есть то, сколько пациент может пройти. С использованием технических средств и без них. Так что мы можем использовать данную шкалу именно в реабилитации. Также мы использовали комплексную функциональную шкалу рассеянного склероза, сокращенную от английского названия MSFC, и Монреальскую шкалу оценки когнитивных пункций. Давайте чуть-чуть поподробнее. Комплексная функциональная шкала рассеянного склероза включает в себя три субтеста. Это ходьба на 25 футов, когда мы измеряем, за какое количество времени пациент проходит фиксированное расстояние. В данном случае 25 футов. И девятилуночный тест. С помощью него мы оцениваем моторику всей верхней конечности, а не только кисти, что позволяет нам отслеживать в динамике, есть ли влияние экзоскелета на функции верхней конечности. Также к MSFC относится тест PASAD. Этот тест производится следующим образом. Включается аудиозапись, и на аудиозаписи с определенным интервалом диктуются цифры. Пациент должен припульсовать текущую цифру к предыдущей. Но в связи с тем, что имеет ограничения некоторые данный тест, мы использовали другой. Это тест символно-числовой. Вы можете видеть на левой части экрана. Данный тест более прост в исполнении и занимает гораздо меньше времени. Также, как я и говорил, использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных функций в правой части слайда. Она позволяет нам оценить различные составляющие когнитивных функций пациента. Прошу прощения, перевернулась. Видимо, технические сложности. Я объясню. Мы на базе нашей больницы использовали различные варианты опоры пациента. Это опора на костыли, опора на брусья. И в левой части видео – это опора при помощи системы подвеса. Мы использовали разные способы для разных функциональных возможностей пациента. Какие-то пациенты имеют слабость и в руках, и в ногах. Какие-то пациенты имеют выраженные координаторные нарушения. Это нам позволяет использовать данный способ реабилитации у большинства пациентов. Давайте перейдем к результатам нашего исследования. При оценке показателей ряда функциональных систем получены положительные данные. Одним из них является уменьшение степени дисфункции пирамидной системы на 1 балл по сравнению с исходом. И это статистически значимое улучшение. Чтобы вы понимали, уменьшение на 1 балл – 3 балла по шкале дисфункции пирамидной системы – это наличие легкого или умеренного гемипореза, парапореза. Или наличие тяжелого монопореза у пациента. Уменьшение на 1 балл означает минимальную степень инвалидизации. Пациент жалуется на утомляемость или имеет место быть легкий монопорез. Также отмечаются некоторые улучшения в показателе мозжечковой системы и мышления. Но, как вы видите на диаграмме, данные изменения возвращались к исходному уровню после 6 месяцев, когда они приходили на новый курс реабилитации. При оценке показателя ИДСС отмечаются циклические изменения. То есть то же самое. Мы провели работу с ними, провели курс реабилитации, они улучшились, потом вернулись до исходного уровня. Это можно объяснить следующим образом. Так как пирамидная система у нас улучшилась, произошло ухудшение состояния за счет остальных систем. И оценка субтестов MSFC. Выявлена динамика теста ходьбы на 25 футов. При этом отмечается тенденция к улучшению с разницей между исходным и заключительным результатами в 33%. Здесь опечатка должны были исправить, но, видимо, не отобразилась. При оценке девятилуночного теста выявлено незначительное улучшение после первого курса. И более выраженная динамика по окончанию второго курса. Но это можно объяснить тем, что в связи с ухудшением состояния пациента у нас появилось большое окно резерва пациента, которое можно было восстановить. Теперь касательно когнитивных функций. Оценка динамики результатов символно-числового теста показала, что небольшое улучшение по окончанию первого курса реабилитации там составляет 2,2%. Потом, перед началом второго курса, у них уже значительное улучшение произошло, которое составляет 38%. И в конце, после конца второго курса у нас улучшение в 50%. Прошу прощения, на слайде я неправильно, должны были исправить. Видимо, старую версию презентации ставили. Так, оценка показателя теста МОКа показала лишь небольшие изменения с разницей в 5%. Ну, это все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Армян Александрович, у меня вопрос. А чем обосновано то, что в промежутке между курсами, тем не менее, когнитивные улучшения происходят? Как вы это объясняете? Спасибо за вопрос. Здесь есть, на самом деле, много вариантов. Как известно, уже много исследований проводилось по этому поводу, то, что все физические упражнения улучшают когнитивные функции. И мы как бы даем толчок этому изменению. Мы провели первый курс занятий, пациенты почувствовали, что им стало лучше. Впоследствии они могут продолжить заниматься дома, допустим, на велоэргометре, на велотренажере или на эпилепсоидном тренажере. То есть они начинают давать болью, нагружать себя большими физическими нагрузками. И вследствие этого возможно улучшение данных показателей. Продолжение следует...